В Наринмаре обсудили возможности привлечения инвестиций в сферу ЖКХ. В обучающем семинаре, организованном при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе, приняли участие руководители и специалисты региональных органов власти, местного самоуправления, предприятий и организаций жилищно-коммунальной сферы округа, а также потенциальные инвесторы. Ключевой темой встречи в Наринмаре выбрали жилищно-коммунальное хозяйство региона. И это не случайно. Эксперты рабочей группы по вопросам государственно-частного партнерства, стратегического партнерства Северо-Запада отмечают, что сфера ЖКХ находится в сложном положении. Износ коммунальных сетей в среднем по России составляет 60%. В некоторых муниципальных образованиях он достигает 95%. Вообще, государственно-частное концессионное соглашение в рамках государственно-частного партнерства приняло такую лавинообразную форму, я бы так сказала, после изменений в законодательстве 2016-2017 года. Вот, например, в 2014 году было всего 281 заключено соглашение, в 2018-2081. То есть 18 раз за 4 года выросло количество соглашений. И из них соглашение по государственно-частному партнерству 98% – это соглашение именно в жилищно-коммунальном хозяйстве. Выездные семинары по вопросам применения механизмов ГЧП реализуются по запросу регионов. Они уже прошли в Архангельске и Карелии. Главная задача проектов – не только вооружить специалистов актуальной информации, но и привлечь в субъекты округа средства на обновление инфраструктуры. Концессии и договора в концессии – это договора совершенно иного рода. К ним еще придется привыкать. Если в договорах государственной закупки органы власти выступают как старший брат, как вышестоящая инстанция, которая может диктовать какие-то условия, то в данном случае это договор партнеров, участников равновеликих, каждый из которых участвует в этом проекте и денежными средствами, и ответственностью, и рисками. Здесь нельзя сказать, кто более велик, кто менее велик. Это равновеликие партнеры. Поделиться опытом внедрения механизмов государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ в столицу округа приехали и представители Республики Карелия. Там эти механизмы работают уже не первый год. Основная доля приходится на водоотведение. Благодаря проекту удалось добиться значительного повышения качества воды в регионе. Сложившиеся на сегодняшний день условия, возврат вложенных в модернизацию коммунальной инфраструктуры средств у нас в Республике, так же, как и других субъектов, такие же регуляторы, с которыми нам точно так же приходится приходить к консенсусу. То есть объяснять, что без гарантии возврата средств модернизировать инфраструктуру коммунальную невозможно. Представители Института проблем предпринимательства в ходе встречи познакомили собравшихся с документами, регулирующими отношения государства и инвесторов, а также с регламентом по проведению конкурса по заполнению консессионных соглашений, которые помогут улучшить качество предоставляемых услуг и снизить затраты бюджетных средств в сфере ЖКХ. Александр Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.